Йоу! Ссаламу алейкум, бады, с вами Кассина Шторм, и я продолжу играть на проекте Родина РП восточный округ. И сегодня мы поговорим о способах заработка на Родина РП для новичков, парни. Поэтому запасайтесь печенюшками, заваривайте чаёху. Если вы уже знали об этих способах, то не нужно сразу писать, что я типа знал о этих способах, потому что этот ролик делал для новичков, для тех людей, которые только придут играть на Родину, и чтобы они уже знали, какими способами заработка им можно пользоваться. А для вас, парни, давайте разыграем, например, сегодня 500 азакоинцев, абсолютно любом сервере Родины РП, просто подпишись на канал, поставь лайк и напиши любой крутой интересный комментарий. Ну что, парни, запасайтесь печенюшками, также, парни, если вы знаете какие-то крутые способы для новичков, то пишите о них в комментариях. Ну что, погнали. Итак, первый способ заработка, это, конечно же, шахта, парни. Да, шахта это просто имба. Но, парни, есть одно но. На шахте я вам советую работать только с чайком. С таким вот красненьким чайком его можно найти на центральном рынке, потому что, используя его, вы будете за одну руду получать плюс три руды. То есть, если вы добыли, например, один металл, то вам дадут плюс три металла. Плюс можно еще купить кирку, кирку на спину, но это уже когда у вас появятся бабки. И плюс завязать вот этот чаек, и сможете тупо за один ресурс получать плюс шесть ресурсов. Это просто имба, парни. Я сам на этой темочке очень много денег подымал, но, конечно, сейчас у меня денег не очень много, потому что я все проиграл в казино, поэтому не играйте в казино, лучше зарабатывайте бабки. Далее, парни, это у нас металлоискатели. Да, металлоискатели проходят каждый час. Здесь можно работать даже с первого уровня. Можете купить там самый дешевый себе металлоискатель, и просто бегать и собирать здесь клады. Ну, лучше, конечно, найти какой-то прокачанный металлоискатель, но на первых уровнях можно и с простым металлоискателем поискать. Клады бывают разные, там и АЗшки, и подарки, маски, и всякие крутые темочки. Поэтому, парни, советую, каждый час под пейдейчик приходите и лутаете здесь клад. Ничего сложного здесь нету. Далее, парни, это у нас автобазар, но это уже, когда вы уже немножко подзаработаете, вы можете, в принципе, изучить цены на автобазарах и начинать перепродавать машинки. Это, в принципе, очень легко. Ну, хотел бы я сказать, что это очень легко, но все-таки выучить все цены, там это все знать довольно сложно, но, поверьте, деньги вы будете здесь рубить довольно большие. Дальше у нас это, конечно же, фермальная хлопка. Здесь все так же, как и с шахтой, то есть вы тоже можете купить здесь чай фермы, зарабатывать за один ресурс плюс три, плюс, если у вас будут грабли, то это плюс шесть ресурсов. И, в принципе, доход, я думаю, здесь такой же, как на шахте. Ну, плюс на шахте вам может дропнуться золото, которое может стоить намного дороже, ну, а здесь вы просто будете собирать лен и хлопок. Поэтому, если бы я выбирал между фермой и шахтой, то я бы, наверное, выбрал все-таки шахту. Там плюс еще можно купить, ну, и здесь можно купить еще скин-роллера, и вы тогда будете еще быстрее передвигаться по этой всей темочке. Я думаю, это очень круто. Дальше, парни, это у нас центральный рынок. Здесь так же, как на автобазаре, вы можете изучить цены и начинать перепродавать. Там уже какой-то бюджетик себе насобирали, там на шахте поработали, и можете уже начинать здесь перепродавать и поднимать себе капусточку, парни. Очень крутой способ заработка. То есть, здесь просто ничего не нужно даже уметь. Вам просто нужно знать цены. Знать цены, и все. Поэтому, парни, я вам советую данный способ заработка. Ну, еще, парни, есть такие темочки, как мероприятие. Вы просто заходите в GPS, и здесь вот мероприятие собирателя. Это самое имбовое такое мероприятие. Приходит оно в 8.15. И здесь, парни, 8.15 до 9. Вы просто на него залетаете, там собираете подарочки. Лучше заходить под конец, когда мало людей. И тупо, может, за 5 минут насобирать 50 подарков. Это где-то около миллиона. То есть, за 5 минут миллиончик можно спокойно лутать. Все, что вам нужно, это 30 тысяч за вход заплатить. 30 тысяч, это вообще не деньги, парни. То есть, я вам советую не пропускать это мероприятие, если вы хотите подзаработать себе капусточку. Также, если у вас есть семья, то вы можете проходить семейные квесты, за них получать семейные талоны и так далее. Также можете вступить в какую-то организацию, и там просто лутать себе бабки. Ну что, парни, какие-то такие способы заработки для новичков, я знаю. Если я про что-то забыл, то напишите в комментариях. Ну а с вами был, как всегда, Шторм. Всем спасибо за просмотр. Всем удачи, всем пока.